ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень хлопотливости такой, да? Это профилактические рейды, это очередные напоминания, упоминания, приглашения, прямые линии, горячие линии, да? Вот несколько слов об этом. Да, действительно, вот как Новый год считается, наверное, самым главным праздником, да, так и, наверное, его приготовление, да, и приготовление к нему во всех пониманиях этого слова, да, оно очень тоже важно, ну, в том числе и для нашей службы, потому что все готовятся куда-то полететь, куда-то поехать, ну, и, наверное, да, более приятно отдыхать и праздновать окончание года и начало чего-то нового, начало Нового года без долгов. Вот поэтому мы хотим помочь всем, да, вот в течение декабря, активно стараемся помочь, кому-то напомнить, кому-то уже не в первый раз напомнить о том, что эти долги имеются. Ну, и для кого-то уже наши визиты являются более серьезными, да, это там, где мы уже говорим и об аресте имущества. Ну, и, конечно же, очень важным на сегодняшний день для нас является такой вопрос, как напомнить об ограничениях выездить за пределы Российской Федерации, насколько это на сегодняшний день тоже остается актуальным для того, чтобы не испортить себе праздники, да, и позаботиться об этом уже сейчас. Тем более, что такие примеры, к сожалению, есть. Конечно, они есть всегда, да, почти в каждой новогодней празднике все равно мы сталкиваемся вот с этими проблемами, да, когда человек тут не посмотрел, тут не досмотрел, да, не увидел, ну, и вот решил, что, может быть, пройдет и так. Я знаю, что это и визиты, в том числе, на железнодорожный вокзал уже стала традицией, да, где пассажиропоток довольно-таки большой, люди подходят, вот, что называется, не отходя от кассы, с вещами можно остановиться и все узнать и идти дальше. Да, мы очень давно уже взаимодействуем и вот постоянно проводим такие вот акции. Акция, она абсолютно информационная, естественно, если люди желают оплатить свои долги, они могут это сделать, но чаще всего, да, это носит просто информационный характер. Люди привыкли к тому, что наши сотрудники находятся там, да, и охотно уточняют информацию, которую мы хотим. Ну, уже мы сделали большое дело вместе с вами, что люди уже не боятся судебного пристава, приставы уже не бегут подальше, да. Все равно для некоторой категории граждан служба судебных приставов, она ассоциируется с каким-то карательным органом, да, но, тем не менее, наверное, не все знают, что есть от вас же и меры поддержки населения. Какие они? Да, конечно. С 1 февраля еще 2022 года, то есть мы уже, в принципе, вот с этой новой нормой живем уже почти два года, это право должника сохранить прожиточный минимум при удержании из любого вида дохода. Конечно же, здесь в первую очередь, да, это говорит о том, что законодатель сохранил тот баланс интересов, потому что жизненные ситуации бывают разные, и у людей возникают долги, да, и иногда и по каким-то объективным жизненным ситуациям. Поэтому в данном случае, естественно, у человека должен оставаться тот минимум, который необходим для нормального, значит, проживания. Значит, должник имеет право обратиться в службу судебных приставов с заявлением, причем сейчас любым видом связи это можно уже сделать, в том числе и на госуслугах, да, не выходя из дома, можно подать это заявление на портале госуслуг, и, естественно, вы также и ответ получите на госуслугах. Кроме того, можно обратиться и в кредитную организацию, если, допустим, доход поступает на расчетный счет, и самостоятельно в организацию, в которой вы получаете доход, минуя службу судебных приставов, но если туда предъявили исполнительный документ, такое тоже возможно. То есть организация обязана сохранить вам этот прожиточный минимум. Есть исключения, оно касается алиментных обязательств, естественно, в данном случае. Мы не можем говорить, но здесь все-таки во главу угла ставится тот размер удержания, который установлен решением суда, либо материальным соглашением. Ну и здесь также при возмещении ущерба от преступления, также мы не рассматриваем этот вопрос, то есть мы откажем должнику. Вот и при компенсации вреда здоровью. Помощь вашей службы мобилизованным семьям? Конечно же, как и вся страна, мы понимаем, насколько важные вопросы на сегодняшний день решаются в зоне специальной военной операции, и кто, скажем так, все это делает. И, конечно же, вот те граждане, которые как были мобилизованы в связи с проведением частичной мобилизации, так и заключившие на сегодняшний день контракт уже в добровольном порядке, в праве обратиться к нам в службу с заявлением о приостановлении исполнительного производства, если таковые имеются. Если гражданин по каким-то причинам не успел это сделать сам, то это могут сделать его родственники с представлением нам документов. Кроме того, также на госслугах можно это сделать, это абсолютно доступно, подать такое заявление с приложением соответствующих документов. Документов немного, нужна справка о том, что заключен контракт. В принципе, вот и все. Исполнительные производства все будут абсолютно приостановлены, опять же, кроме алиментных обязательств, они наоборот будут удерживаться из того денежного содержания, которое гражданин будет получать по заключенному контракту, и компенсация вреда здоровью. То есть вот эти две категории, по которым исполнительные производства приостановляться не будут. Теперь о нововведении хотелось бы поговорить. Технология искусственного интеллекта введена в службу. Есть такая помощница Полина, чат-бот, который разговаривает и отвечает на вопросы гражданина, интересующегося некоторыми вопросами, касающимися службы. Здесь важность, скажем так, вот этого помощника, она заключается в том, что воспользоваться его помощью можно без доступа в интернет, то есть набрав только номер 8800-303-00. И при простейшей идентификации, то есть фамилии, имя, отчество, дата рождения и регион проживания, помощник Полина ответит, есть ли в отношении вас исполнительной производства или нет. Можно получить и более развернутую информацию, и наличие ограничений выйдет за пределы Российской Федерации. Наличие каких-либо других запретов. Но с учетом более детальной идентификации, то есть там нужно будет назвать еще некоторые идентификаторы, и в данном случае беседа будет продолжена. Это очень удобно, сами проверяли, сами тестировали, общались с помощником Полины, все работает. К Полине в плюс, давайте напомним жителям нашего региона, какие еще способы связи есть. Теперь вот будут знать о Полине. Да, ну, конечно же, традиционный вид связи, да, это приход в структурное подразделение, он никуда не делся. Причем пообщаться с дежурным должностным лицом возможно в ежедневном режиме, за исключением только обеденного времени, то есть это с 9 до 18, пятница с 9 утра до 16.45. Кроме того, это приемные часы, они также сохранились у должностных лиц, к ним можно записаться на сайте управления, указав дату и удобное время, и, естественно, должностное лицо, которым вы записываетесь. Ну, и я всегда говорю о том, что, пожалуйста, указывайте тот вопрос, с которым вы хотите обратиться на прием для того, чтобы должностное лицо могло подготовиться к вашему приему. Я знаю, что и у вас будет прием, да, в канун новогоднего праздника, у меня, конечно, у меня приемы идут каждый четверг, как обычно. Кроме того, уже в течение почти двух месяцев я провожу дополнительные приемы граждан по средам с 16 до 18, именно по вопросам алиментных обязательств, так как этот вопрос на сегодняшний день остается актуальным, и для того, чтобы как можно больше, да, людей смогли обратиться ко мне, вот введен этот дополнительный прием. Несколько слов буквально, вопрос, который раньше, помните, стоял очень остро, идентичные данные с должниками, да, с человека снимаются деньги, а он ни при чем, что называется. Ну, конечно же, пока эта проблема еще есть, но мы говорили и в этой студии, что законодательно сегодняшний день, в принципе, точку уже поставила, в исполдокументах уже должны быть указаны идентификаторы, то есть новые документы уже исключают такую возможность, естественно, те, которые были выданы ранее, да, по ним еще такая ситуация возможна. Но, вот еще раз говорю, что пугаться не нужно, вот увидели на госуслугах долг, вы понимаете, что это точно не важно, да, то есть не могли бы быть вы в том месте, да, в то время, там, или, допустим, должны кому-то. Тут же на госуслугах можно выбрать, значит, в сервисах ФССП обращение, указав там не мой долг, да, значит, я являюсь, значит, я не являюсь должником. Это обращение к нам поступит, естественно, его в скорейшее время сразу же мы рассмотрим, обязательно нужно приложить те идентификаторы для того, чтобы вас идентифицировать правильно и сравнить с должником. Кроме того, значит, на сайте управления, интернет-приемная есть обращение прямо с тематикой, я двойник, выбираете обращение, прикладываете тоже идентификаторы, два дня на рассмотрение, с вами обязательно свяжется сотрудник управления, который будет рассматривать это обращение. Естественно, в очень короткое время, не дай бог, если были предупреждены какие-то меры, все будет отменено. Я знаю, что ни для кого не секрет, что у вашей службы очень много задач, но тем не менее, вы никогда не забываете о подрастающем поколении, всегда что-то проводите, придумываете для наших ребятишек, и вот в преддверии Нового года, да, елка желания у вас была. Да, мы уже несколько лет участвуем в этом проекте, конечно же, мы понимаем, что не можем, да, исполнить желание каждого ребенка, но вот в этом году уже желание одного ребенка, да, мы исполнили, вчера встречались с семьей, значит, мальчик Женя, 7 лет, вот подарили ему какую-то очень-очень замечательную колонку, да, Алиса, она ему нужна, кроме того, для развития речи, потому что ребенок немножко, да, имеются определенные проблемы со здоровьем, поэтому я надеюсь, что это желание Жени, оно поможет ему еще и вот в развитии. Вот ребенок был действительно очень рад и с семьей, тоже вот было такое очень теплое общение, мы будем продолжать еще и в этом году, мы обязательно еще не раз поучаствуем в этом проекте, и ни одно желание детей нашей Тверской области обязательно исполним. Впереди у большинства жителей Тверского региона новогодние каникулы. Будет ли работать служба судебных приставов, если вдруг кому-то необходимо будет обратиться? Ну, у нас будут дежурные сотрудники, в любом случае всегда можно связаться с дежурной частью нашего управления, если возникнут какие-то вопросы, телефон доверия, который также работает круглосуточно и будет продолжать работать, значит, и в праздничные дни. Ну, присутствие как такового, да, в структурных подразделениях мы не предполагаем, но в случае, если возникнет какая-то нештатная ситуация, где потребуется присутствие судебного пристава, то, конечно же, мы будем работать. Как обычно заканчиваем программу новогодними пожеланиями? Новый год символичный? Ну, всегда, наверное, традиционное пожелание, когда что-то заканчивается, начинается что-то новое. Конечно, хочется, чтобы это новое было всегда лучше, чем то, что было раньше. Хочется пожелать мира, добра, тепла, потому что это очень важно, если мы будем относиться более по-доброму друг к другу, да, то будем вместе, у нас будем более сильными, да, более счастливыми, и тогда у нас обязательно все получится. Для нашей страны сейчас, мне кажется, это очень-очень важно и для каждого из нас, потому что если каждый человек чувствует себя счастливым, значит, и в нашей стране тоже будет все хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо. И вам также счастья, здоровья. Спасибо. Напоминаю, уважаемые друзья, что сегодня у меня в гостях была Надежда Семенова, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, главный судебный пристав Тверской области. С наступающим вас. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.